Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Дефолта в России в ближайшие полтора года не ожидается. Правда, затянуть пояса все-таки придется. Чтобы сохранить социальные выплаты и не допустить роста цен на продовольственные товары, правительство планирует сократить некоторые инвестиционные проекты и неэффективные субсидии. Сокращение расходов федерального бюджета в 2015 году может составить 10-15%. Для потребителей микрофинансовых услуг открывается горячая линия. С помощью нового сервиса клиенты микрофинансовых организаций смогут получить дополнительную информацию о микрофинансировании или обратиться за помощью. Позвонив по номеру 8 800 775 2755, потребители микрофинансовых услуг смогут составить обращение или жалобу на действия МФО или их партнеров, получить информацию о правах и обязанностях МФО. Все обращения, полученные операторами горячей линии, будут обрабатываться специалистами в режиме реального времени. На всякий случай отмечу, что в микрофинансах кошмарный процент, так что не советую. Болгария планирует начать выдавать визы иностранным туристам на границе и в аэропортах по прибытии. Впрочем, по мнению экспертов, эта инициатива вряд ли серьезно повлияет на российский турпоток, поскольку получение болгарской визы никогда не было серьезной проблемой для наших туристов. В то же время, на противоположной стороне земли, во Вьетнаме, визовые изменения в отношении российских туристов уже приняты. Граждане России с 1 января 2015 года получили возможность безвизового посещения Вьетнама на срок до 15 дней, в случае, если с их предыдущего въезда в эту страну прошло более 30 дней. Загранпаспорт на момент въезда должен быть действительным не менее 6 месяцев. Накал геополитики и проблем в экономике, а также падение курса рубля держат финансовый рынок в напряжении. Эксперты считают, что временный рост может обернуться спадом в случае, если санкции будут усилены или произойдет эскалация украинского конфликта. В общем, надо работать осторожно. На сегодня это все. Хороших выходных!